У Знагорода за проявленную мужность Жихарка Будокошелевского района Галина Грамыка отримала премию от Следующего Комитета Беларуси. Сальчанка не только дала отпор злочинцы, а Лейда помогла его затримать. Резонансная история в материале Дмитрия Котова. Тот кошмар, который я пережила, я не желаю ни одному, даже последнему врагу. Не всякий сказать вам просто, сказать о том, что я пережила, вы не поймете. А побывать в моей шкуре или пожелать кому-то я не хочу. Вы знаете, это было очень страшно, это было очень... Ой, ну выжить надо было. 18-го кастричника Жаншина працевала на подворку, коли зауважила, как ДАЕ подкрался незнаемый мужчина. Я его не видела, он подошел ко мне из-за лопаты через голову. Попытался набросить, но так как моя реакция немножко сработала, я оказалась проворнее, хотя я оказалась на земле, но была борьба. Потом он сказал, что идем, мне ничего не надо, мне надо только горелка и деньги. Ты мне старая не нужна. Однако, когда зашли в дом, злоумысленник связал Галину Ивановну. Пока он наглядал покой, Жаншина смогла вызволиться и выбегча на улицу. Он кинулся за мной с ножом. Ну, я успела повернуться, схватить палку. Стояла там у меня возле этого самого, возле дверей. И этой палкой я перемахнула по его спине. Активно оказанное сопротивление вымусило злошинцу бегче. Правда, и он поспел забрать с дому речи, мобильный телефон, продукты и 50 рублев. Долго затриматься на воле ему не удалось. Благодаря решительным действиям Галины Ивановны, она пошла тут же к соседке, позвонили на линию 102, сообщили подробные приметы нападавшего, что характерно у него еще было поцарапано лицо, потому что было оказано активное сопротивление. И благодаря этим действиям уже буквально в тот же день, в тот же вечер, преступник был задержан. Им оказался гастролер из Злобина, ранее неоднократно судимый. Злошинца только летом вернулся с места у позбавления воли. Там он провел 15 годов. А мальтакиш термин я гучака и зараз. А Галина Громыка за героичный учинок отзначена грошовой премией. Старшиня следшего комитета Беларуси Дмитрий Гора подписал ответный указ.